Взял вот такое блюдечко, которое ему подала со стола, взял просто-напросто и бросил его в пол. Ну, что это так. Тоже цена, ценность тут невелика, но это очень непорядочно. Директор гостиницы рассказывает о выходках московского гостя, в котором все сотрудники заведения узнали известного актера Алексея Панина. По словам работников, звезде не понравилось обслуживание, а точнее запрет на курение. Администратор, который его сразу и не узнал, отказалась давать Панину пепельницу. В ответ он разбил стакан с блюдцем и потушил сигарету об стол. В зарезервированном номере, к слову, в самом дешевом, за 900 рублей в сутки, известная персона оставаться не пожелала. Конечно, если так, честно говоря, был бы какой-то наш работяга, конечно, мы бы не стали жаловаться, писать куда-то. Ну, просто-напросто его выставили из гостиницы, и все. Он нервничает, психованный, что ли, я не понимаю. Ну, ненормальный человек. Сотрудники гостиницы решили такое буйное поведение гостя безнаказанным не оставлять. И уже после его отъезда вызвали местную полицию. Борские стражи порядка застали нарушителей спокойствия уже в другом отеле. На него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Но был назначен штраф, который он оплатил, извинился и облазался по своим делам. Ну, штраф был ему наложен 500 рублей, он его сразу оплатил. Вел себя, в принципе, адекватно впоследствии. Кстати, в другом отеле, уже в более дорогом, актеру было комфортнее. Как рассказали сотрудники гостиничного комплекса, Панин оплатил номер, поужинал и даже не стал курить фойе. Здесь звезду узнали сразу. Сюда никто не вызывал, надеюсь, себя не дебоширил. Абсолютно тебе приезжал сюда. Фисташки есть? Да. Какая... Веди себя прилично. Ладно, ладно. Это в фильме «Жмурки», который, кстати, снимался в Нижнем Новгороде. Персонаж Алексея Панина успокаивает своего приятеля в ресторане. В жизни все иначе. Несколько дней назад актер устроил скандал в соседней Владимирской области. Здесь ему также не дали пепельницу. А в Кирове Панину не понравились макароны от итальянского шеф-повара. Сейчас концертные агенты «Звезды» оберегают его от расспросов журналистов. К слову, разбушевавшиеся звезды в Нижегородской области явление нередкое. Так, в начале сентября актер России и США Олег Токтаров вступил в конфликт с сотрудниками Саровского ресторана. Официантка не сразу узнала Токтарова, не предоставила ему скидку. Актеры это задело. Олег Токтаров не знал, что этот разговор записывается. Сравнение с Алексеем Панином ему не понравилось. Стоит отметить, это первый подобный случай с его участием. А вот сам Панин, по информации новостных лент, сейчас находится в Паловском районе. Устроит ли его сервис местных заведений, пока неизвестно. Евгения Иванова, Николай Хлобыстов, служба новостей, город.